Камера наблюдения одного из парижских кафе поймала на пленку, увы, обычный для французских улиц момент. Прохожий свистнул вслед симпатичной девушки и сопроводил это неприличным жестом. Она ответила грубо. Молодой человек, недолго думая, подошел и со всего размаху ударил ее по лицу. Сидевшие в кафе очевидцы этой сцены отреагировали вяло. Я считаю, что это видео сделает людей более осведомленными о серьезности проблемы. Когда на вас нападают на улицы, это совсем не флирт. Я надеюсь, что история изменит отношение людей к этой проблеме. Эта история нашла отклик в сердцах многих женщин. И вот уже девушки пишут пострадавшей, поддерживают и жалуются в соцсетях на домогательство, в том числе и во время празднования победы сборной Франции по футболу. Теперь, когда в стране одобрен закон о введении штрафа за непристойности в адрес женщин, обсуждают, насколько действенным он будет. За свист, оскорбительные окрики, домогательство отныне могут выписать штраф размером от 90 до 750 евро. Необходимо установить четкий социальный запрет на устные домогательства и прекратить эскалацию конфликта. Во Франции, где флирт и воспевание женской красоты – это почти жизненная философия, на подобные нововведения не знают, как и реагировать. Иногда это просто взгляды на улицы, но в основном в электричках. Это раздражает, но потом привыкаешь. Мы не можем это изменить. То, что проблема приставаний на улице усугубилась с увеличением количества беженцев в стране, очевидно. Но можно ли ее решить при помощи одного только закона – большой вопрос. Проблема есть, потому что есть люди, которые не знают, как себя вести. Они необразованные и плохо воспитанные. Это вина их родителей. Полиция ничего не делает. Если у вас есть закон, нужно его применять, а иначе все без толку. Закон также ужесточает наказание за сексуальные действия в отношении несовершеннолетних. Если раньше было сложно доказать, имело ли место взаимное согласие, то теперь половая связь с 15-летними будет считаться изнасилованием, за которое грозит срок от двух до десяти лет тюрьмы. И не только во Франции. В Испании собираются ввести новый закон, устраняющий двусмысленность в случаях изнасилований. Секс без четкого «да» может считаться преступлением. Аналогичные законы приняты в Швеции, Германии и Великобритании.